Анжела! Анжела, где ты? Все будет хорошо. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Вздымающийся ад 1774 года, это Оверен Кинферно, американский фильм-катастрофа продюсера Ирвина Аллена, приключения Посидона, 1772 год. Встречаются другие переводы на русский язык, ад в поднебесье, ад в небоскребе. Удостоен трех премий Оскар, а также Бафта и Золотой Глобус. Сценарий вздымающегося ада был создан по мотивам романа «Башня» Ричарда Мартина Стерна и «Стеклянный ад», написанного Томасом Скортия и Фрэнком Робинсоном. Фильм «Ад в поднебесье» имел большой успех в прокате. При затратах на его создание в размере 14 миллионов долларов он принес выручку более 200 миллионов долларов. Нужно раскачаться, как на качелях. Попробуйте. Давайте, я вас схвачу. Миссис Мюллер! Вы в порядке? Да. Успех «Товеринг Инферно» также обеспечил звездный актерский ансамбль, в голове которого стояли Стив Макуин и Пол Ньюман. Фильм «Катастрофа», вздымающийся от 1974 года, породил многочисленные подражания и заимствования. Словосочетание «Товеринг Инферно» в современном английском языке устойчиво ассоциируется с пожаром или с масштабным птихийным бедствием, связанным с огнем. Авторы фильма «Вдымающийся ад» посвятили его пожарным всего мира. Тем людям, которые в борьбе с огнем рискуют собой, отдают свои жизни ради спасения других. И до сих пор «Вдымающийся ад» считается лучшим фильмом о работе пожарных. Держитесь! Господи, это один из наших! О, Боже! Ладно, ладно. Спускаемся по тросу. Выбора нет. Я не смогу. Я упаду. Точно. Ладно. Тогда пойдешь первым. Тогда ты, падая, не утащишь за собой остальных. Фильм «Вдымающийся ад» актера и роли. Стив Макуэн, Майкл О'Халлоран, шеф бригады пожарников. Пол Ньюман, Дак Робертс, архитектор. Фэй Дануэй, Сьюзен Франклин, менеджер подруга Робертса. Уильям Холден, Джеймс Данкан, глава строительной компании Duncan Enterprises. Ричард Чемберлин, Роджер Симмонс, главный электрик, зять Данкана. Сьюзен Блейкли, Петти Данкан Симмонс, дочь Джеймса Данкана, жена Роджера. Фред Астер, Харли Клейборн, мошенник, выдающий себя за миллионера. Дженнифер Джонс, Лизалет Нюллер, богатая вдова, жертва Клейборна. О'Джейм Симпсон, Гарри Джерниган, начальник службы безопасности. Роберт Вон, Гэри Паркер, сенатор. Роберт Варнер, Дэн Бигеллоу, управляющий. Сьюзен Фленнери, Лори, секретарша Бигеллоу, его любовница. Я приведу сюда всех пожарных города по твоей команде. Несмотря на отсутствие 70-е годы мощных технологий для реализации спецэффектов, создателям фильма «Вздымающийся ад» удалось воспроизвести весьма реалистичную картину пожар в стеклянном небоскребе, что было отмечено многими критиками. Художниками были нарисованы более 2000 предварительных эскизов, и по ним были созданы 5 этажей 138-этажного небоскреба. Для создания фильма «Вздымающийся ад» было создано 57 наборов декораций, которые в ходе съемок подвергались самым разным разрушающим огненным воздействиям. К концу съемок в живых осталось только 8 наборов. Роль немолодой аристократки стала последней в карьере Дженнифер Джонс. Уильям Холден, получивший роль главы Данкан Энтерпрайзес, поначалу был недоволен, так как его герой слишком много разговаривал по телефону, без особой действенной экране. Сценарий картины «Вздымающийся ад» он назвал убогим, но сниматься согласился. Венера Холдена составил 750 тысяч долларов, став самым большим за всю его карьеру. Познакомившись со сценарием «Сдывающегося ада», Стив Макуэн захотел сменить свою роль на шефа пожарных, а на место архитектора взять кого-нибудь калибром не меньше меня. Макуэн сам предложил кандидатуру своего приятеля и соперника Пола Ньюмана, который дал согласие на участие в проекте. Ньюман и Макуэн договорились об одинаковом гонораре – 1 миллион долларов и 7,5% от общих сборов каждому. Пол Ньюман и Стив Макуэн не только получили одинаковый гонорар, но Макуэн еще и специально проследил за тем, чтобы у них был совершенно одинаковый по объему текст, для чего Стив даже попросил сценариста дописать 12 строк в своей роли. Даже в титрах фильма «Сдымающийся ада» имена двух звезд в одном кадре приведены по диагонали, дабы не возникло разногласия о том, у кого выше статус в картине. Стив Макуэн прошел небольшое обучение под руководством консультанта картины «Сдымающийся ад» Питера Лукарелли, выезжал вместе с бригадой и даже принимал участие в тушении одного из пожаров. Меры предосторожности полностью оправдались – никто то есть персонал и актеров в ходе съемок не пострадал. «Сдымающийся ада» «Ну, слава богу!» «Да!» «Мы были на волоске!» Специфика работы над фильмом «Сдымающийся ад» была такова, что некоторые сцены приходилось снимать одним дублем, так как декорации оказывались полностью разрушены огнем и водой. Технически наиболее сложными и опасными были сцены в зале «Торжест» на 135-м этаже. Только этот зал, пожар и тушение пожара заснимали около трех недель. Чтобы запечатлеть пожар, понадобилось от пяти до семи камер для съемки потока воды до восьми камер. Пиротехникам приходилось тщательно подбирать компоненты с тем, чтобы огонь по возможности был без дыма, создавая необходимую яркость освещения. Ирвин Алион, вспоминая о съемках финальной сцены с «Дымающимися ада», высказался так. «За все годы моя работа в кино – это был самый страшный момент. Эпизод был запечатлен одним дублем с восьми камер. После съемки декорации были полностью разрушены. 50 кубометров воды из шести баков, поднятых над декорациями, обрушились на исполнителей. Также были использованы водометы. Стив Макуин даже шутливо попрощался перед началом съемки с своей женой, завещав ей свой автомобиль, если что-то пойдет не так. В фильме «Вдымающиеся ада» в общей сложности были задействованы до 300 каскадеров. Пол Ньюман и Стив Макуин предпочитали везде, где только возможно, совершать трюки самостоятельно, не пользуясь услугами каскадеров. В сцене прыжка с вертолета Макуин, надев огнеупорный костюм, прыгнул с высоты 4 метров в огонь. У вас осталось минут 15. Начальство хочет кое-что предпринять. Взорвать резервуары с водой на два этажа выше вас. Говорят, пожар потухнет. Как доставить туда взрывчатку? Они найдут дурака, который принесет ее туда. Фильм «Вдымающийся ад». Сюжет. Архитектор Дуг Робертс, Пол Ньюман, проектирующий сам высокий в мире 138-этажный небоскреб, приглашен на его открытие. В зал для торжеств на 135-м этаже приглашено около 400 гостей из высшего общества. Перед самым открытием Робертс выясняет, что Роджер Симмонс, Ричард Чемберлин, ответственный за электропроводку здания, сэкономил на бюджете, и электрические цепи оказались нерассчитаны на нагрузки при эксплуатации. Джеймс Дункан, Уильям Холден, шеф Данкан Энтерпрайза, в курсе проблем, но не готов отменить торжество. При включении внешнего освещения здания проводка перегревается, и на 81-м этаже начинается пожар, а служба безопасности узнает о пожаре только тогда, когда он уже охватил целый этаж. Пламя охватывает несколько этажей, и в зале для торжеств начинается паника. По вызову прибывает подразделение пожарных Сан-Франциско под командованием Майкла О'Холлорана, Стив Макуин, и приступает к тушению. Эвакуация гостей при помощи лифтов быстро прерывается, все шахты охвачены пламенем. Лестницы также непроходимы. Попытка спасения с крыши вертолетом проваливается, из-за сильного ветра летательный аппарат разбивается при посадке. Из-за пожара взрывается газопровод, проходивший внутри здания. Сьюзен, Фейденуэй, девушка Робертса, застревает в панорамном лифте на 110-м этаже и спасается только чудом, когда кабину лифта удается снять со стены здания вертолетом. Часть пострадавших удается спасти при помощи тарзанки с люлькой, протянутой крышей соседнего небоскреба. Но она действует слишком медленно, и впавшую в панику гостю вывели ее из строя. Пожарным приходится пойти на отчаянный шаг, взорвать емкости с миллионом галлоном воды на 138-м этаже здания. С риском для жизни Охолорану и Робертсу удается подорвать заряды С4, и поток воды обрушивается вниз, сбивая пламя. Тех, кто не успел привязать себя, смыло водой. Пожар удалось погасить, но в результате погибло около двухсот человек. Всех женщин перевезли. Следующие мы. У каждого есть номер. И ты пойдешь в свою очередь. Если тебе это не нравится, я буду последним, кто покинет здание вместе с моим зятем. Необычно в фильме «Всдымающийся ад» роль неувядающего кумира мюзикла Фреда Астера, изобразившего циничного, хотя и не обделенного личным обаянием, престарелого мошенника, пытающего вымынить деньги у одинокой женщины, которого сама обстановка заставляет пересмотреть взгляды на жизнь. Что касается фильмов-катастроф «Всдымающийся ад» 1974 года, это был настоящий прорыв, который оказал огромное влияние на жанр и, конечно, способствовал появлению крепкого орешка 15 лет спустя. Мастерски сделанное кино, которое сейчас не утратило своей актуальности и силы. По форме «Всдымающийся ад» — это самый настоящий крепкий орешек. Все действие происходит в небоскребе, из которого надо спасти заложников, разве что удерживают их не террористы, а безжалостная стихия. Фильм «Всдымающийся ад» идет долгих 2 часа 40 минут, но скучно не становится ни разу. Это настоящий фильм-катастрофа, такой, каким он должен быть. В некоторые моменты можно не на шутку вспотеть, от переживаний за героев, которым приходится отчаянно сражаться за свою жизнь с огненной стихией. Почти 3 часа безостановочного действия, которое к тому же почти нисколько не выглядит устаревшим, благодаря невероятнейшим спецэффектам. Никакого же GGE тогда не было. Только живой огонь, только настоящие взрывы, только хардкор, только вздымающийся ад. Нам всем сегодня повезло. Погибло менее двухсот человек. Однажды в такой огненной ловушке погибнут десятки тысяч, и я снова буду, глотая дым, выносить тела, пока кто-нибудь не спросит нас, пожарных, как надо строить. Ладно, я спрошу. Ты знаешь, где меня искать? Пока, архитектор.